Всадники Владивостока за зиму успели соскучиться по соревнованиям и по своим животным. Открывать новый сезон и выходить из этакой спячки спортсменам предстояло на первенстве города. Традиционные состязания в этом году собрали около ста любителей конного спорта со всего Приморья и даже Хабаровского края. Такой ажиотаж объясним. На первенстве можно отобраться на финал знаменитого Кубка Победы. В мае состоится финал этих соревнований. С начала года проводятся соревнования в многочисленных регионах нашей страны. То есть вот даже Владивосток взял этот этап. Мы очень рады этому, потому что это, наверное, самый далекий регион от Москвы. За три дня всем участникам предстояло показать себя как в выездке, так и в конкуре. Первая, как известно, высшая школа верховой езды, где всадники демонстрируют максимальное взаимопонимание с лошадью. А вот в конкуре одной дружбой не обойтись. Здесь приходится преодолевать препятствия высотой до 130 сантиметров. Задача непростая даже для опытных спортсменов, однако для многих из них эти соревнования лишь разминка перед насыщенным сезоном. Я занимаюсь уже пять лет этим видом спорта. Привело, ну, просто сначала был интерес покататься, а потом вот начал заниматься спортом. За последнее время в сентябре в Пекин за команду России выступали тоже. В Гран-при второе место заняло. Я занимаюсь уже шесть лет. У меня есть своих два коня, на которых я выступаю. Из моих, так сказать, спортивных достижений я была участником соревнований в World Cup в Пекине. И я заняла, да, там-то третье место. Стоит отметить, что Кубок Победы, или, как его еще называют, турнир Максима Стейблс, довольно активно штурмуют приморские всадники. Например, в прошлом году на финале край представляли сразу 23 человека. Интересно, что сегодня подавляющее большинство любителей конного спорта – девушки. Как отмечают специалисты, с повышением класса ситуация полностью меняется. На серьезных уже олимпийских высотах, там, конечно же, мужская часть спортсменов преобладает, ввиду того, что больше уже сил затрачивается, атлетизма. Тем не менее, девочки успешно соперничают. И в массовых видах спорта, и в массовых высотах у нас здесь в конкуре, конечно же, преобладают девочки львиной долей процентов 80, если не 90. Это первенство по итогу даст возможность понять, на что нужно будет сделать упор в подготовке. Ведь сезон конного спорта в Приморье только открывается. Впереди у ребят еще уйма соревнований, которые будут идти вплоть до октября-ноября этого года, пока местные конюшни и арены не накроют снегом. Максим Яковлев, Станислав Лазебный. Новости спорта на восьмом.